как выбирать мультивитамины перед тем как вы покупаете я оставлю ссылку на этот сайт посмотрите здесь самые лучшие все-таки ну хотя бы двадцатку выбирайте потому что остальные которые ниже там уже плохие на них оценки и плохие формы и в общем то они особо не принесут чем ниже тем меньше пользу от них получите вот первое место это у нас натурал витамины которые первое место заняли и у них все формы или активные или натуральные дозировка здесь тоже небольшая поэтому можно пить в принципе постоянно без остановок они довольно таки полезные и передозировки навряд ли будет но может конечно у кого-то аллергия надо попробовать есть варианты например следующий это было там четвертое место по моему это доктор мирокла тоже хороший вариант здесь тоже натуральные много натуральных добавок витаминов не очень большие дозировки чуть больше чем в прошлом но тоже очень хороший вариант потом следующий это у нас был life extension но это детский вариант он тоже был на 11 месте из детских вариантов сейчас видимо нету для взрослых варианта и также life extension это такой вариант который более бюджетный вариант но здесь все те же самые добавки что и в прошлом поэтому тоже очень хорошо вариант можете попробовать вообще конечно и прежде чем выбирать витамины и минералы вам надо всегда смотреть там должно быть написано в каких формах эти витамины и минералы если не пишут то это значит плохие формы которые плохо усваиваются так например даже здесь же у нас например центру он вообще там на пятьдесят шестом месте байер на пятьдесят девятом это уже плохие места лучше не брать это они как раз таки в аптеках и продаются так же как например двадцать первое столетие который очень бюджетный вариант и самый популярный на эхербе у него девяносто шестое место поэтому его братья тоже не советую он все-таки ничем вам особо не поможет лапдор сайт на котором тоже видны как оцениваются витамины я тоже оставлю ссылку на него посмотрите первые витамины это garden of life тоже хороший вариант потом alive витамины хотя на другом сайте они были на десятом месте и на тридцать третьем месте но в принципе они тоже неплохие и отзывы на них неплохие и вообще вот этот вот сайт здесь вы можете посмотреть различные добавки какого они качества то есть можете полистать здесь и прежде чем вы что-то покупаете лучше посмотрите какой рейтинг если по отдельности вы хотите покупать то например витамин b1 он же тиамин есть активная жирорастворимая форма которая называется бенфотиамин она намного лучше проникает ткани и например для диабетиков она очень хороший вариант другая менее полезная будет и меньше пользы от нее будет есть еще другая форма биоактивная но ее редко вы найдете и она довольно таки дорогая поэтому бенфотиамин это лучший вариант из b1 витамин b2 рибофлавин 5 фосфат это лучшая биоактивная форма из витамина b2 поэтому если покупаете отдельно ищите берите ее или же ищите где в добавках есть такая форму витамин b3 или он же не от сын форме не от сына он понижает холестерин другие формы вне от не форме b3 они не понижают холестерин есть такая форма как никотинамид она хорошо усваивается не вызывает покраснения но холестерин она не понижает но она очень хороша для диабетиков поэтому смотрите сами что вам больше надо холестерин или другой вариант холин вот холин лучше конечно принимать в виде лицетина там его очень много намного лучше усваивается чем отдельно холин витамин b5 активная форма это пантетин но принципе синтетическая форма она тоже хорошо усваивается и хорошо переносится поэтому смотрите сами что вам надо такой вариант или же например если у вас акне то вам можно взять синтетическую форму и принимать ее в большой дозировки так что выбирайте сами мин b6 или передоксин лучшая его активная форма это передоксаль 5 фосфат например она лучше дает лучшие результаты если у вас проблема с почками то она очень хорошо улучшает все анализы улучшает работу почек поэтому если у вас проблемы с почками лучше конечно брать этот вариант фолиевая кислота активная ее форма это метилфалат особенно если у вас менопауза то например фолиевая кислота в крови у вас будет скорее всего повышена она там циркулирует и не может преобразоваться фалат и даже 5-11 процентов женщин не могут вообще преобразовывать фолиевую кислоту в активную форму фалат а вообще вот этот вот фалат он в семь раз активнее чем обычная фолиевая кислота поэтому лучше все-таки выбрать этот вариант витамин b12 активная форма это метилкобаламин как вот здесь то что продается в основном в аптеках это цианокобаламин он содержит следы цианида и особенно опасен если у вас проблемы с почками и конечно же вот брать лучше этот вариант он намного лучше усваивается и опять таки все исследования хорошие лучше на этот вариант вот я вам сейчас говорила про все б-витамины группы да в лучших их формах активных но например вот этот вариант country life здесь как раз таки все активные формы почти все и он хорошо усваивается и как раз вот на этот вот препарат тоже хорошие оценки он попадает обычно прямо в первые ряды так что вот можете взять его если вам не хочется все по отдельности покупать а сразу комплексом купить и просто я к чему говорю потому что например все активные формы они лучше всегда усваиваются организмом и особенно если у вас проблемы с желудком с кишечником то их неплохие формы они там почти не усваиваются и поэтому пользы вам от них не будет поэтому беречка берите конечно эти коэнзимные формы витамин е е витамин надо брать только натуральный на синтетический е витамин там очень плохие исследования он довольно таки опасный и вдобавок нужно брать конечно все токоферолы их 7 вроде как или немножко больше я уже запуталась но их надо пить потому что они должны в организм попадать все и например в аптеках всегда написано на баночке dl альфа токоферол или ацетат это синтетическая форма е витамина вот ее не берите вот можете здесь посмотреть это очень хороший вариант е витамина минералы ну например магний лучше брать хилатные формы например цитрат или глицинат они намного лучше усваиваются и не вызывают проблем с желудком и лучше конечно если брать то только их цинк цинк лучше брать пиколинат у него 90 процентов усваиваемость у других как глицинат то есть там различные другие формы вообще цинк он очень плохо усваивается чтобы его поднять нужна большая дозировка и хороший цинк поэтому берите только пиколинат кальций кальций лучше тоже брать цитрат он не такой опасный для почек например у кого камни в почках история камней в почках то есть он хорошо усваивается но в принципе например карбонат он тоже хорошо усваивается немножко хуже но там там 40 процентов активного кальция почему потому что в природе он всегда в карбонате варианте карбоната а в цитрате например 21 процент кальция или например в аптеках чаще продают глюконат там вообще девять процентов вариантов кальция так что вот глюконат вообще не берите железо вот железо сейчас не буду даже не про него говорить потому что железо синтетическое она вообще опасная очень плохо усваивается и для его усвоения нужны и c витамин и фолиевая кислота и группа b и медь поэтому если у вас например анемия то прокупите спирулину она очень хорошо там очень много железо внутри она очень хорошо убирает анемию любую причем и очень быстро вот йод конечно купите водоросли любые или ламинария или кельб посмотрите они очень хорошо поднимают уровень йода сразу же не надо покупать вам эту соль едировано это все синтетика не очень хорошо усваивается калий калий лучше брать цитрат цитрат очень хорошо у кого например камни в почках или были или есть камни в почках цитрат лучше всего усваивается из калия поэтому лучше только цитрат берите селен хорошо усваивается в форме селенометанина это есть еще такая дрожжевая форма она более сильная как антиоксидант и она лучше подходит мужчинам для простаты она более полезная но хром он тоже есть и пик или над и есть из дрожжей gtf chrome ну они в принципе оба хорошо усваивается но конечно дрожжевой все-таки полезнее витамин а конечно как антибактериальный лучше все-таки ретинолопальметат брать ну или если у вас нету проблем например с какими-то не частыми инфекциями или плохим иммунитетом можете взять бета-каротин он тоже усваивается и потом превращается если надо в а-витамин но он не такой сильный как скажем вот такой как антибактериальный но хотя он тоже поднимает иммунитет здесь можете выбрать здесь они есть все должны быть конечно бета-каротин должен быть только натуральным и лучше и многие их много очень каротаноидов и ликопин и разные здесь они можете здесь выбрать и с ними и без них и бета-каротин обязательно надо принимать вместе с с витамином потому что вот чем пугают всех в интернете что бета-каротин вызывает рак у курильщиков просто там не дочитали до конца исследования там как раз он и вызывает рак потому что не хватает с витамина и плюс она синтетическая форма поэтому берите конечно только натуральный из c витамина c витамин ну c витамин в принципе все формы неплохо усваиваются но конечно на первом месте это липосомальный витамин его хорошо как раз когда онкология он почти как внутривенный второе место это pure way это метаболический c витамин в принципе он немножко похож на липосомальный тоже такой жирорастворимый хорошо проникает в кожу так что это второе место третье место это эстер эстер это синтетическая форма c витамина также как есть еще третье место ну почти также усваивается это буферизированные например с магнием или кальцием калием формы то есть они не такие кислые для желудка и как раз у кого желудок больной лучше их брать и эстер они почти одинаково усваиваются но в интернете я смотрю часто путают говорят что эстер это натуральная форма нет натуральная форма это только или из амлы или ацерола вот например как вариант здесь ацерола это только натуральный c витамин и эстер и pure way или по самальный это синтетические формы c витамина но c витамин там очень большая путаница идет в том что во всех исследованиях должны быть дозировки 500 миллиграмм в сутки тогда ткани насысятся c витамином и он будет для профилактики если у вас какое-то заболевание то там уже дозировка от 2 грамм в день есть страшные инфекции там уже скажем от 6 грамм до до 100 грамм в день даже в разное время поэтому читайте у меня на сайте много исследований на пользу c витамина он очень поможет если у вас какая-то или инфекция или вирусное заболевание витамин к вот здесь есть в принципе два витамина к витамин к 1 это тот у кого часто синяки или кровь идет из носа или частые кровотечения и его надо осторожно у кого густая кровь но конечно если витамин к принимать то это тоже надо осторожно быть у кого густая кровь но например к 2 он направляет кальций в кости к 1 этого не делают и лучше конечно брать мена q7 витамин это опять-таки форма к 2 но вот здесь мы например видим здесь они все вместе потому что витамины к они в принципе и состоят они почти так же как и и витамин их там много поэтому лучше брать в комплексе его но конечно на к 2 не так много исследований сделано но все-таки если у вас проблемы скажем с сердцем только и 2 лучше выбирать сера вся сера здесь это мсм это натуральная форма серы из воды скажем из соленой воды ее экстрадируют и конечно же про если у вас надо вам пропить серу допустим для с каких-то там заболеваний суставов то сначала пропейте биотин потому что биотин он является то есть как раз таки является серой поэтому сначала начните с биотина потом уже серу